Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 марта 2019 года. И вот уже третий год я стараюсь подробно рассказать всем желающим, как можно получить доход со своего огорода. Конечно, самый легкий способ получения дохода и самый быстрый это выращивание рассады. Рассада томатов у меня стоит на первом месте, занимаюсь этим уже много лет. И вот выращивание рассады в тоннелях без применения теплицы интересует очень много, потому что не каждый может вложиться в теплицу, такую сумму где-то найти. И некоторые пенсионеры, которые выходят на пенсию, хотят попробовать хотя бы вот в тоннеле, потому что это дешевле способ и он как бы такой более демократичный, не нужно ничего, несколько дуг и несколько пленок. Вот сейчас я сегодня сделала свой первый посев в тоннеле. И я, как отозвалась на многочисленные, многочисленные просьбы своих зрителей, засняла все пошагово. Вот в этом видео вы увидите все от тары, вот как я тару готовила. Потом все о грунте расскажу. Вот грунт. Все это у меня будет видео про семена, кого интересуют сорта и все потом о схеме посадки. И конечно, как в конце концов, в каких условиях я все это, ну все семена у меня выращиваются. Все это у нас будет вмещено в одном видео. Видео будет состоять из восьми вот таких пошаговых видео. И я надеюсь, после этого, ну даже самый-самый такой неопытный огородник сможет все понять и сможет эти действия повторить. Ничего сложного там нет. Я все-все-все вам разложила по полочкам. Но на крайний случай сказала, если у кого-то еще после этого возникнет вопрос, ну напишите, возможно отвечу. Но мне кажется, вот это уже такое пособие, что все. Так, мы начинаем. И сразу хочу сказать, не обязательно сеять прямо сегодня или завтра. Я начинаю сеять сегодня, но буду сеять до конца марта. Любой из этих сроков подходит. Вы сами высчитываете, когда вы сможете высадить. Конечно, сразу скажу, многие считают, что вот высаживать, пекировать из дома сразу вот сюда вот на улицу, под снег, под, возможно, там заморозки, томаты, это безумие. И что некоторые вообще сначала говорили, да все замерзнет, да это невозможно, это не безумие, все это растет, все это работает. Но сразу предупреждаю. Человек, который хочет этим заняться, он должен быть вот на одной волне со мной. То есть, не бояться экспериментировать, не бояться начинать что-то такое, рисковать. Как говорят, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Природа обязательно вас вознаградит вот за ваши труды, за ваше вот такое трудолюбие, за упорство, все. Но вы сразу должны знать, что если что-то замерзнет, готовьтесь к себе, что не надо отчаиваться. У меня тоже были вот и по периметру померзания были, и верхушки подмерзали, все было. Ничего, принимайте все стойко, начинайте на будущий год все сначала. И вот когда вы набьете свои собственные шишки, возможно, но я хочу, конечно, чтобы вы на моих ошибках научились, тогда у вас все будет идти как по маслу. Этот способ, он работает, уже многие после меня повторили, опробовали его. Ничего страшного в этом нет, но человек должен быть сильная воля, силен характером, он не должен быть нытиком, не унывайкой такой должен быть, ванькой встанькой. Один раз у вас природа свалила, вы заново на следующий год. Все, я начинаю демонстрировать, как я сею, в этом видео собрано все. Все, что я считаю нужным, этого достаточно. Первым шагом, конечно, при посеве томатов на продажу для выращивания, хоть для тоннеля, хоть для чего, как и для обычных, тоже является тара. Тару я выбираю вот такой более низкий вариант, 7 сантиметров в высоту, у меня многие спрашивали, вот 7 сантиметровая, этого достаточно. Дренажные отверстия обязательно делать, до сих пор приходят вопросы, нужно ли делать дренажные отверстия. Если их не будет, этих отверстий дренажных, почва будет закисать, жидкость будет застаиваться, все как для обычных посевов. Спрашивают очень часто, где я беру такие ящички, я уже говорила, видите, напечатано, город Бийск. У нас, к счастью, интерм предприятие есть в городе, которое вот все такие пластмассовые лотки делает, мы покупаем просто в своих магазинах, но если, это я уже с годами стала различать, вот посевной ящичек более низкий и для пикировки более высокий. Если у вас, если вы только начинаете и у вас нет разделения таких, ну как, на посевные, на распикировочные ящички, можно брать обыкновенный, вот такой, обычно он 10 сантиметровый, любой фирмы, любого производителя, они бывают и черные, и белые, и оранжевые, хоть какие. Главное, чтобы там были дренажные отверстия, старые очень просто. Берем чистую тару, сейчас будем нагребать сюда земли. Вторым, не менее важным шагом у нас является подготовка грунта. Скажу сразу, что для массовых посевов, хоть в тоннели, хоть для теплиц, я никаких особых подготовок грунта не делаю, и грунт к этому времени, вот сейчас, который я беру, я беру с улицы. Вот с улицы, он у меня в мешках, попросила, занесли мешок перегноя, мешок черной дерновой земли. Состав точно такой же, половина перегноя, половина земли, никаких предварительных обработок я не делаю, вот он просто промерзший, все, я приношу его, размораживаю, перемешиваю один к одному, и укладываю в этот лоток, прям вровень, я уже говорила, что вровень с бортиками, потому что потом при поливах, при всей этой работе он все равно опадет. Вот, так, не сею, хочу сказать, что если первые посевы, которые я делала для раннего, там я с ситечком сею, здесь просто я размельчаю прям руками, более такой простой способ подготовки, более примитивный, она более естественная, никаких веществ я сюда не добавляю, сюда не добавляю ни суперфосфата, ни золы, ничего, они здесь расти будут всего месяц, им хватает природной, вот это вот, что там в земле есть, тех естественных, природных веществ, вырастает рассада, прекрасная на естественном грунте. Вот теперь, когда про тару поговорили, про грунт поговорили, все это приготовили, вот я разложила семена, я буду показывать, как раскладывать, но хочу о семенах сказать отдельно, потому что вот третий шаг, семена, они могут быть разные, вот у меня, конечно, семена свои, я вот для таких больших посадок использую только свои семена, но они у меня, семена эти последние, которые остаются от рассылки семян, и все равно, даже вот эти последние семена, они имеют большую, лучшую схожесть, чем магазинные, но если вы только начинаете, можно и магазинные применять, конечно, но в дальнейшем, все-таки советую вам собирать самим семена, я вот показываю осенью, как я собираю семена, свои семена всегда лучше, всегда выносливее, они очень отличаются, ну, все, вот семена свои, и еще хочу сказать, очень важно сорта, сорта для выращивания в тоннелях использую только сибирские, понимаете, почему, они там будут сидеть у нас в прохладных, в непригодных иногда для жизни некоторых других томатов, этих сортов, вот только сибиряки могут выдержать такой холод, и даже еще не все сибирские, из сибирских сортов выбирают только толстоногие, только вот такие вот низкорослые, я уже все это в теоретических статьях рассказывала, почему именно они, потому что высокорослые, они там поднимутся до потолка тоннеля, они обгорят, они могут завалиться, они там зацветут, цветы сгорят, эти они получаются как дубки, и самые у меня такие любимые сорта, которые уже опробированы, которые я высеваю в тоннелях много-много лет, конечно, гемидов, настенька, жаростойки были с неустойчивой, петруша, потом сибирская тройка, и все вот такие, типа этих, вот нынче прибавилась еще клуша, спиридон, все они могут выращиваться в тоннелях, именно они толстые, такие крепкие, и у них листья, вот эти вот мясистые толстые листья, даже если листики у них обварят кипятком морозом, вот подмерзнут, следующие вырастут, и вот эти, которые обморожены, обычно они половинка засохнет, отвалится, а вторая половина листа, она даже способна восстанавливаться, и она дальше будет расти, все про роста все сказала, главное выбрать нужный сорт, не все сорта подходят для выращивания в тоннелях, но про сорта я уже давно говорила, что не нужно те, которые тепличные, я конечно на рассаду выращиваю многие сорта, но те остальные я выращиваю в теплице, и посев у них позже, а первыми начинаю для тоннелей, ну и пятым пунктом идет у нас схема посева семян, тут вы конечно можете сами как-то изменять ее, я расскажу как сею я, и почему, вот я делаю бороздки, сею примерно так же, как для посева, вот для себя, для выращивания, например, в открытом грунте, через 2,5-3 см примерно, делаю вот такие вот углубления, и семена раскладываю чаще, чем для своих посевов, почему, но я вам говорила, потому что у меня семена, это которые оставшиеся, и я предполагаю, что всхожесть будет немножко пониже, но я уже знаю, я проверяла 80%, 80-75, то есть тут из каждых 10 семян, 3 могут не взойти, это как я теоретически так предполагаю, но может быть они и все взойдут, и тут еще будет у меня такой казус, что какие-то будут толстые, хорошие, а какие-то будут послабее, и вот лишние слабые семена, я могу или выдернуть, ну или рекомендую их как вырезать, просто ножницами простричь, я посмотрю как будет, если вылезет много, можно лишние убрать, лучше пусть их будет чуть-чуть побольше, но это опять же с учетом, если у вас большое количество семян, как у меня, если свои семена в неограниченном количестве, то я делаю так, потому что мне проще посеять чуть чаще, и потом вот слабышей, слабеньких, хиленьких убрать, иногда бывает, что вырастают все хорошие, и я их все оставляю, именно вот эти сорта, которые низкорослые, которые толстоногие, они позволяют себя выращивать вот в таком загущенном состоянии, так что ничего страшного, даже если вырастут все, вот через 2,5-3 сантиметра, у меня получается 17 бороздок, вот в этом лоточке у меня 17 бороздок, выкладываю ровно по 18 семян, но я выкладываю ровно по 18, просто для того, чтобы мне точно знать, сколько здесь, вот здесь 306 семян в одном лотке, вы можете выкладывать по 15 семян, вы можете выкладывать по 12 семян, если у вас нет в таком количестве семян, чтобы не выдергивать, вы сделаете пореже, и тогда будете выращивать каждый сеянец, не будете делать никакую выбраковку, схема посадки может быть любая, но вот такие сорта, я всегда сею загущенно, они позволяют себя выращивать загущенно, потому что понимаете, чтобы вырастить например 10 или 15 тысяч томатов, и если высаживать их, высевать редко, просто ни в одном доме места не найдется, это нужно какое-то специальное помещение уже строить, это экономически невыгодно, так что я сею загущенно, а пикировать буду уже в тоннель. Ну и шестой пункт, я считаю это самый-самый важный при посеве, это дезинфекция, дезинфекция семян, дезинфекция грунта, вы помните, что я сказала, я не обрабатываю семена сею сухими, не обработан у меня грунт, и вы все понимаете, что если вообще ничего с ними не делать, то скорее всего тут и плесень появится, может быть и какие-то, другая патокенная микрофлора, начнут грибы поднимать головы. Конечно, я делаю дезинфекцию, но делаю уже потом, не во время подготовки грунта, и не при предпосевной подготовке семян. Когда я раскладываю грунт, вот в эти, и делаю бороздки, сначала я бороздки чуть-чуть увлажняю дезинфицирующим средством, вот так вот, немного для того, чтобы они, семена туда залепились. Потом, когда я разложу, я делаю второй раз по этим же рядкам, еще раз, так, проливаю вот с этой спаилочки, это с моющего средства для посуды, там удобный вот этот дозатор, я еще раз проливаю дезинфицирующим средством, так, потом, уже поистине, ну, после посева, потом всю поверхность, делаю вот такое опрыскивание, но это тоже как, в какой-то степени дезинфекция. Раньше, несколько лет назад, и на протяжении многих лет, я делала это раствором марганцовки, я уже говорила, он тоже прекрасно с этим справляется, но сейчас, вот когда появился превикур, я уже сказала, что года три, наверное, пользуюсь превикуром, потому что это более профессиональное такое средство, ну, более современное, и более надежное. Я про него вам рассказывала, что он не только дезинфектор, но он и какой-то стимулятор роста, все, короче, два в одном. И вот, когда я развожу по инструкции, если кто будет пользоваться, там все написано, вот у нас в городе проблема, что его найти сложно, в этом году опять, один просроченный взяла, один вроде нормальный, и найти у нас его сложно, но я стараюсь все-таки купить, хотя бы один бутылек в сезон, вот бутылька мне хватает на все-все массовые посевы, расход очень небольшой, и что еще хочу сказать, вот смотрите, вот эти массовые посевы, обработали вы раз, а второй, но если вы начнете выращивать рассаду для продажи, конечно, интересуйтесь информацией, заходите в интернет, там много людей, которые делятся своими секретами, способы разные, можно, например, разложить семена, и уже закрыть землей, а потом просто сверху полить раствором привикура, это еще проще, тут не смачиваются дорожки, ничего, это вот просто мой метод, что я сначала смачиваю дорожки, потому что мне надо семена туда разложить, чтобы они уже начали набухать, потом еще раз смачиваю дорожки, чтобы они как побыстрее намокли, но можно всего этого не делать, можно просто разложить, закрыть землей, и полить раствором привикура, способы дезинфекции разные, но я вот вам говорю, что раствор марганцовки розовой, если вы живете в такой местности, где нет привикура, вот как наш, например, город, может запросто заменить вот этот вот привикур, я много лет пользовалась марганцовкой, и она тоже в какой-то степени помогает нам, тут получается, что, ну главное, я из-за чего боюсь марганцовку, если чуть погуще заведешь, она может сжечь семена, чуть полегче сделаешь, она может не подействовать, поэтому привикур для меня оказалось, ну как показалось, надежнее, короче, не надо выдумывать что-то там, ломать себе голову, какого цвета должно быть, я остановилась на привикуре, но еще раз повторю, можно и марганцовкой все это делать. И самый последний, седьмой пункт, это создание подходящих условий для быстрейшего прорастания семян и для всхода, это тоже очень важно, хотя я, когда вот начала говорить, второй пункт, грунт важен, семена тоже важны, и схемы посева важны, и дезинфекция важна, ну короче, тут, если вы выращивать рассаду, на продажу собираетесь, то нужно уделить особое внимание каждому из пунктов, и вот этот вот температурный режим и создание парникового эффекта вот семенам, это тоже очень важно. Вот смотрите, я сказала, что буду сейчас увлажнять, вот я сейчас их все пролью, все увлажню, их по идее, можно было бы закрыть немножко грунтом, землей, и пленочкой прикрыть для парникового эффекта, то есть, чтобы верхний слой не подсыхал, и поставить в теплое место. Раньше я просто ставила на стеллаж, но сейчас, так как у меня появился прекрасный кусочек вот этого теплого пола, как самодельное электроодеяло или электропростынь, как ее назвать, не знаю, я поставлю, конечно, туда, и вот там будет им тепло, влажно, и вот эта пленочка. Но вот смотрите, сегодня я их даже закрывать не буду, я просто их смочу и закрою пленкой. Сейчас объясню, почему я так делаю. Конечно, для некоторых это дико, что посеять семена и бросить, но поймите, что для них сейчас верхний слой земли даже не важен. Сейчас самое главное, что я их замочила, смочила, и они вот в такой, во влажной среде, я им уже создала условия для набухания и прорастания. И первые два дня им этого достаточно. Они будут мокренькие, они будут в теплом грунте, и сверху у них будет вот эта покрывашка, которая не будет давать им подсыхать. Почему я их бросаю в таком виде? только потому, что мне нужно сделать одновременные всходы. То есть, сегодня я буду весь день заниматься раскладыванием семян. Я буду их раскладывать, раскладывать, раскладывать. Хоть я и уменьшила нынче количество корней вот рассады на продажу, если я обычно высевала там 20 тысяч, были годы даже 30 тысяч семян, то в этом году я уменьшила до 10 тысяч, но все равно мне нужно посеять 5 тысяч томатов. Как вы понимаете, это очень много. Вот в одном лоточке это 300, это надо 10, 12, 13 лотков. Но я буду не все сейчас, потому что эти только для тоннеля, остальные для теплицы, половина для теплицы буду позже, в конце марта, но все равно я уже говорила, для того, чтобы в тоннеле все всходы были одинаковые высоты, одного срока посева, то есть они должны быть уложены в максимально короткие сроки все в лоток. Вот я все сегодня буду сидеть их раскладывать, 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 тогда у меня грядка будет одной даты посева и рассада будет одинаковой высоты. Зайдет она тоже, наверное, одинаково, потому что семена почти все одинаковые, условия одинаковые, все. А завтра я просто открою эти пленочки и сверху немного присыплю ну полсантиметра, потому что они и так уже в оглублениях, я присыплю земли влажного грунта, поливать ничего не буду, снова накрою их пленками и поставлю. У меня вот за счет этого, за счет того, что я сегодня не буду отвлекаться на землю, на засыпание, это тоже много времени уходит, каждый лоток засыпать, отдельно все выравнивать. У меня получится сегодня чисто весь посев, а завтра все закрою землей. Все, создам им тепличные условия, создам им тепло, комфорт, я надеюсь, они скоро взойдут и о датах посева. Смотрите, у меня всегда, я сею примерно в средине марта, 15, 20, 25, я могу растянуть, но опять как, вот у меня, когда я высаживала, были годы 8 тоннелей, я один день высаживаю, вот надо полторы тысячи для одного тоннеля, в один день высаживаю все полторы тысячи, так, на следующий день там закрываю, все довожу до ума, через какое-то время еще один тоннель, опять высаживаю все вместе, поэтому вы можете для себя выбрать любую из этих дат, если я вот сегодня посеяла 12, даю до 20 марта им на всхожесть, если они взойдут 20 марта, высадка у меня всегда через месяц, месяц они будут в лотке, и 20 примерно апреля, можно на 5 дней позже, можно на 5 дней раньше, я их высаживаю, целый месяц они сидят в лотке без пикировки, без чего-то дополнительного, без подкормок, без моего вообще вмешательства, только полив, и все, дату можете выбрать и 12, и 15, и 16, я сею даже 25 марта, а после 25 марта я уже начинаю посев для рассады на продажу, ту, которую буду выращивать в теплице, почему сею эти раньше, потому что у них тормозящий эффект будет, я же их высажу в холодный климат, там условия, и они будут немного сидеть в заторможенности дней 7-10, когда особо холодно будет, а в теплице в это время рассада догонит, поэтому вот эта посеянная 12 марта и посеянная 30 марта будут к моменту продажи одинакового размера. Ну вот, первая партия для выращивания рассады на продажу, для выращивания в холодном тоннеле у меня посеяна. Они сейчас у меня вот на этом, на моем электроодеяльце, и хотя они у меня семена не засыпаны, видите, бороздки еще завтра засыплю, все равно сегодняшний день, 12 марта, считается днем посева. через несколько дней посею еще несколько лотков, и вот так в 3 или в 4 этапа мне в этом году нужно посеять раз, два, три, на 3 грядки я буду, 1 тоннель и 2 тепличные. Все, до свидания. Я надеюсь, все было понятно, ну кому уж что-то непонятно, пишите, хотя сейчас отвечать мне сильно времени нет, но постараюсь ответить.